О спорт, ты мир! С этой мыслью не поспоришь. И даже тот, кто бегать и прыгать не любит, регулярно ходит на матчи и соревнования посмотреть, как другие спорт практикуют – профессионально или любительски. Но в чем же отличие профессионального и любительского спорта? Это два разных направления, которые отличаются регламентом проведения соревнований, гонорарами и уровнем подготовки. Любительский спорт более щадящий по отношению к спортсмену, чем профессиональный. У любителей все зависит от желания самого человека достичь каких-то высот, его характера и амбиций. Именно спортсмены-любители ездят на различные соревнования, олимпиады и турниры, защищая честь своей спортшколы или клуба. В профессиональных занятиях спортом все гораздо сложнее. В первую очередь отличается уровень подготовки. Профессионал подготовлен лучше. Если любитель может пропустить тренировку по состоянию здоровья, то спортсмен-профессионал редко может позволить себе такое удовольствие. Ведь в профессиональном спорте за каждым человеком стоит гонорар. Недаром его называют еще коммерческим. Человек, который решил связать свою жизнь с профессиональным спортом, практически не имеет свободного времени. Все его время отдано постоянным тренировкам. Если спортсмен-любитель может в любой момент бросить спорт, то у профессионалов все сложнее. У них подписаны контракты на несколько лет вперед. Зачастую уйти из зрелищно-коммерческого спорта они могут только, получив несовместимую с дальнейшими тренировками серьезную травму или по возрасту. Не каждому под силу стать профессиональным спортсменом. Профессионал должен 24 часа в сутки, 365 дней в году придерживаться определенного строгого режима и диеты, чтобы быть в форме. К тренировкам нужно быть готовым в любое время суток. Спорт – это единственный вид заработка для профессионалов, а вот любитель может работать в абсолютно другой области. Наиболее профессиональные виды спорта – это футбол, хоккей и бокс. Если здесь возраст имеет огромное значение, то любительским спортом начать заниматься никогда не поздно. Он полезен как женщинам, так и мужчинам, а еще старикам и детям. В этом случае спорт становится не только увлечением, но и оздоровительным мероприятием. Любительский спорт станет полезным при условии, что будет доставлять радость, а не станет обременительной обязанностью. У таких занятий нет противопоказаний. Для людей, имеющих проблемы со здоровьем, разрабатывается индивидуальный план тренировок, который в некоторых случаях включает в себя обычную ходьбу по заданному маршруту с определенной скоростью. И это тоже любительский спорт. А вот девушки и женщины предпочитают фитнес. Это набор простых упражнений, выполняемых под музыку. При этом важно даже не качество выполнения упражнений, а интенсивность, которая и обеспечивает целебную нагрузку. Очень популярны сейчас бег, ходьба и плавание. Бегом можно заниматься самостоятельно, не привязываясь к условиям какой-то секции или индивидуального тренера. Растет новое поколение молодых людей, которые телевизору предпочитают тренировки, вечеринкам – спортивные марафоны, а отдыху на пляже – активный туризм. Спорт теперь не только способ отвлечься от работы, но и инструмент для творчества. Любительский спорт объединяет и помогает завести новые контакты. И каждый профессиональный спортсмен после завершения карьеры обязательно приходит, да-да, в любительский спорт.